Топ популярных фитнес мифов. Первое. Делаешь 500 скручиваний в день и 6 кубиков готовы. А не там-то было. Хотя скручивания не укрепляют мышцы живота, но их выполнение даст достаточного импульса для жиросжигания. Чтобы реально быстро похудеть, я советую использовать специальную программу, сочетающую в себе силовые, статические и кардиоупражнения. Увязанные короткие мини-комплексы по типу тресетов. Увидеть заветные 6 кубиков можно намного быстрее. Миф номер 2. Есть перед сном вредно. А как быть с людям, которые работают допоздна и потом только тренируются? Скажу так. Если вы голодны, то лучше поесть, независимо от времени суток. Если вы испытываете голод в течение длительного периода времени, то ваш организм переходит в режим экономии. Фактически перестает использовать жировые запасы как источник энергии. Миф номер 3. Растяжка перед тренировкой имеет решающее значение для предотвращения травм. Нет, это не так. Вы всегда получите больше пользы от растяжки после тренировки. Есть исследования, которые показывают, что растяжка перед тренировкой может дестабилизировать мышцы и сделать их менее подготовленными для интенсивной нагрузки. Перед тренировкой прогрейте мышцы, а растяжку сделайте после. Это ускорит восстановление мышц после тяжелой тренировки. Миф номер 4. Гидромассаж предотвращает боли в мышцах. С точки зрения предотвращения болевых ощущений, холодная баня более выгодна. Наши кровеносные сосуды раскрываются шире и остаются в таком состоянии в течение часа после окончания тренировки, что и позволяет молочной кислоте обосноваться в мышцах, что в свою очередь увеличивает болезненность. Холодные температуры сужают сосуды, что предотвращает поступление мышц молочной кислоты. Кроме того, холодный душ стимулирует небывалый подъем уровня гормона роста. Однако, из важнейших для набора массы. Миф номер 5. Чтобы похудеть, нужно пить много воды. Да, действительно, в процессе расщепления жиров липолизи именно вода активирует водорастворимый фермент под названием липаза, который активизирует окисление молекулы жира. Но это совсем не значит, что чем больше мы пьем, тем быстрее худеем. Оптимальный вариант, помимо тренировки, конечно, пить чистую воду по одному стакану за полчаса перед едой. Так можно понести аппетит и ускорить скорость обменных процессов. Миф номер 6. Бег контрпродуктивен при наборе массы. Если вы хотите увеличить мышечную массу, то бег это не противник, а помощник. Бег способствует наращиванию мышечной массы в нижней части тела, как вспомогательные упражнения. Но, правда, если это не марафон, а спринт, в таком случае забег на небольшое расстояние 15-20 метров с последующим резким торможением ведет к повышению уровня тестостерона, что позитивно сказывается на росте мышц. Миф номер 7. Плавание идеально подходит для снижения веса. Плавание – вид деятельности, в котором работает большинство мышц. Однако, вода поддерживает наше тело, что не позволяет достичь нужного для жиросжигания пульса. Есть и наиболее эффективные виды физической активности, способствующие похудению. Миф номер 8. Приседания вредны для коленей. Вредны – это правда, но правда также и то, что вредны приседания до параллели. Глубокие приседания в разы безопаснее. Поглядите на тяжелых атлетов. Они приседают по 300-400 кг и делают это глубоко в пол. Так, во-первых, можно подключить к работе ягодицы, увеличив тем самым величину веса. А во-вторых, нагрузка на сами колени снижается, поскольку исчезает мертвая точка полуприседа. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok